Переходим к следующему видео. В следующем видео у нас идет, значит, Стасян и Собчак. Видео называется «Стасой как просто либералы. П-слово». Смотрим с отметки 1 час 10 минута до конца. Ну как до конца? Сколько успеем посмотреть? Сейчас, секунду, единственное. Ну, в принципе, у нас 2 часа есть. Нормально. Да, ну, собственно, в преддверии того, что мы снова начнем, точнее, продолжим смотреть это интервью, я хочу сказать, в чем вообще фишка этого контента и в чем уникальность именно этого интервью Ксении Анатольевны. Помимо того, о чем вы все подумали уже, про, значит, там, лошадь, споткнувшаяся о полено и вот эти все вещи. Просто обычно как это работает? И в случае с Собчак, и в случае с Дудем. Они приглашают к себе какого-нибудь гостя интеллигентного, ну или относительно интеллигентного, и дальше зрители этих шоу начинают охуевать от степени глупости, значит, и... просто степени какой-то там необразованности, я не знаю, идиотизма и откровенного быдлянства, значит, их обалистости, которую демонстрирует Ксения Анатольевна и Дудь. Вот. И это, в принципе, практически с любыми гостями у них так работало, да, где они там их спрашивали, там, какой рукой ты дрочишь, там, и так далее. То есть там всякие высокоинтеллектуальные вопросы были заданы, там, я не знаю, каким-то деятелям культуры, писателям, политикам и так далее. Но, но в какой-то момент Ксения Анатольевна решила пригласить Стасина. Вот. А вот же Стасина затмить, значит, хабалистостью со стороны Ксении Анатольевны не получилось, не получилось, потому что ответный напор, значит, интеллектуализма, он поверг Ксению Анатольевну в ужас просто. Сейчас. А-а-а! 31 декабря. То есть, как бы переплюнуть Стасина в этом вопросе у Ксении Анатольевны не получилось от слова совсем. Короче, Стасян, жги. Вряд 2023-го. Этот мир уже не спасти, Стасян, жги. Никто не вдохновляет, а Владимир Рудольфович, вот он не пример для вас. А как тоже вот такое... Как же пример, если он его называл недочеловеком? Я осуждаю, но это цитата. Скажем так, такая быстрая эволюция произошла. В плане, я вдольфовичу всегда критиковал и критикую. Да, вот не так давно, у Манучи, вы говорили, что он вообще забрался в свою... Я с другом в нарезках смотрю «Привет, Тимофей», поэтому я спать. Удачного стрима! Спасибо большое, аноним, спасибо. Вот видите, просто так человек пришел, 500 рублей закинул с покрытием комиссии. Спасибо. Ганди, что его пропаганда сама обманул, он искренне верит. Ну, я считаю, что он самоотравленный пропагандой человек, да. Так, и что, и зачем вам к такому человеку идти работать? Я пошел не на него работать персонально, не какую-то редакционную политику мне ничего не указывает. Там, что я могу говорить, а что нет. Ну, за исключением того, что ограничение на мат. Вот, я пошел на то, что это платформа... Ария запрещает мне материться. ...потому что меня пригласили, я с Рудольфовичем лично, я не виделся. Подождите, но я вот видела эфир, где вы прямо признаетесь в симпатии. Ну-ка, мне он симпатичен. Что вы учите с ним. Слушайте, я и вас сколько раз хвалил, и что теперь? Вы делали прекрасные пародии на меня, я с удовольствием к этому отношусь. Да, закоржите пародии, Стоси. Меня еще до того понедельно... Спасибо, очень любим ваш эфир. Спасибо, да. Я сжечь могу, несмотря на возраст. Моя любимая – это Навальный. Мы с женой постоянно пересматриваем, как вот вы Навального кусочите, там прям нарезочка есть. Я вот прям обожаю. Надо было спросить, Владимир Рудольфович, почему у половины ваших детей британское подданство, а у второй половины американское? Вы что, вы хотите внутрисемейных конфликтов? Зачем? Зачем так делать? Да, логика должна быть диалектической. Бесконечно. Как и вы меня, Ксения Анатольевна. Ну и что, это не мешает испытывать симпатию к человеку. А вы ко мне испытываете симпатии? Я сколько раз вас хвалил, говорил, Собчак лучший интервьюер в России. Хотя, ну, сегодня это под большим сомнением теперь, но все-таки. То есть ко мне? Мне бы вы тоже пошли работать на канал. Да. Нет, лучший интервьюер – это дуть, конечно, очевидно. Значит, видно на втором месте, Ксения Анатольевна. То есть если я вам говорю, что старый… Не, а он бы, может, и пошел работать на Ксении Анатольевну, но у нее, наверное, денег-то столько нет уже, в общем-то. Сколько у Соловьева. Даю вам эфир, без цензуры. Конечно. Вы вот это все про творожковую залупу готовы? Ей запало в душу, смотрите. То вы тоже у меня на канале. Конечно. Не, ну я готов даже какие-то шутки убрать, если это ваша платформа, но я не думаю, что вы на это отважитесь. Потому что вы не готовы. Какие вот шутки были, например, которые вас просили не шутить у Соловьева лайф? Про Путина я так не понимаю. Шуток не было, мат столько был. А, ну да, вот про Путина еще забыл сказать. Просили, ну как бы я такой, ну типа окей. У меня есть другие вещи. А что именно нельзя про Путина? Нет, просто нельзя плохо говорить про Владимира Владимировича. Я сказал, что для меня это не является не сделкой с Союзом. Так вы у меня в интервью здесь плохо не говорите, на самом деле. Ну я поэтому и сказал, что для меня это не является проблемой. Так вообще можно плохо говорить про Путина, я не понимаю. Нет, у меня к Путину… То есть вы поэтому и не говорите, что для вас это как бы… И еще 45 человек, как бы, у нас прибавилось к онлайну, когда мы начали смотреть Стасина. Уже 47. Какие же вы говноеды. У вас контракт. Ну, раз уж вы пришли, хоть подпишитесь на мой канал, что ли, я не знаю. Просто так, всем добра. Спасибо большое, Стальновичка. Спасибо. Святой человек. Спасибо. Да. У нас часто видео со Стасином заказывают, если что. И Ксения Анатольевна бывает иногда. Так что подписывайтесь. Соловьев лайф. Вы поэтому не говорите. Да, я его кровью еще подписал. Да нет никакого контракта. О чем вы? Погласили в эфирах плохо про Путина не говорить. У себя в эфирах, например, я могу пошутить, могу покритиковать как-то Путина и прочее. Могу у вас есть какие-то покритиковать Путина. Вы можете покритиковать? Конечно, я считаю... А может ли он покритиковать российскую армию? Что у Путина максимально либеральная политика? Я надеюсь, нет. ...политика, что дает преимущество всем нашим, скажем так, недружественным странам над нами давить. Меня бесит, что финны запороли проект вот этой совместной электростанции. Финляндия в НАТО теперь. Мне, честно говоря, страшно, потому что вы так прошлись по нему жестко. Я реально... То есть вы способны не верить? Нет, ну что, если я нормально отношусь к Путину, что мне сейчас как Little Big бегать, блядь, доказывать? Да что вы, нет, я реально ненавижу Путину. У вас это тренд. У меня с Путиным нет никаких проблем. Вот и все. Ну, у нас это... Ну, и у Владимира Владимировича тоже со Стесиновым нет проблем. Тоже тренд так себе. А Ксения Анатольевна вообще крестил, понимаете? То есть... Ведь, честно говоря... Так, а у вас в общем всегда Путин виноват. Как будто он... Он мог бы надавить священнику на руку, чтобы он не достал ее из купели вовремя. Но он этого не сделал, понимаете? Ин вакууме существует, как будто нет системы. Хорошо, нет. Путин не виноват. Конечно. Сразу. Давайте на этом мы с вами сошли. Нет, смотря в чем... Вы же сказали, он может один принять решение. Хорошо, давайте... Вы его обвиняете в СВО, по сути. Вы говорите, что Путин единолично принял решение в отношении СВО. То есть вы его обвиняете в том, что... Он боялся, что его отравят, поэтому, видите, он пришел со своей бутылочкой. А вы считаете, он проснулся? Это правильно, кстати, я считаю. Это правильно. Что там тебе эти либералы нальют? В шесть утра уже все началось. Но вообще-то президент принимает решение... Я сказал, что вместе с элитами в рамках существующей полупериферийной системы. Я вот это сказал. А у вас чисто Путин там проснулся. А у вас в шесть утра проснулся, такой, ну, ебану по Украине, все. Погнали. У вас максимально простая картина мира, черно-белая. Это вы где такое у меня услышали? Это вытекает из ваших логических суждений. Если я говорю, допустим, что это виноваты элиты, и что это решение, принятое совместно с элитами, и по-другому в капиталистической системе быть не могло... Как же Стасян овнет, бля, буквально. Я сейчас напишу комментарий под этим видео, типа, Стасян, блядь, вперед. Смотрите, ну не так, ну как у Путина все... Хуярь, хуярь, старую клячу. Элита его, то есть, соответственно, это он принял. Это так вытекает вот из решения. Я считаю, что элиты на это решение повлиять не могли. И я думаю, что это решение, конечно, было его личное решение. А Путин не элита, да, точно? О, все, ну, блядь, и что? Это вытекает из ваших суждений, я это говорю, блядь, что ты говоришь такое? Я этого не говорил, и берете повторять это. Стар, что с вами? Так это логика. Сейчас, сейчас поебал еще, да. Я такой, стою такой, на нахуй. Это логика. Спокойнее. Так, хорошо, давайте поговорим на какую-нибудь... Я с вами экспрессивная подачу. Милую нейтральную тему. Гитлер внезапно такой, да, поговорим? Бля, не надо про Гитлера, пожалуйста. Милая нейтральная тема, Гитлер. Оба дольфия. Ехал Гитлер через Гитлер, видит Гитлер в Гитлер, Гитлер. Сунул Гитлер в Гитлер, 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 Гитлер. Расскажите... Гитлер был прав... Ладно. Блядь, ну, ебаный рот, Стасян, сука, говно. Не надо. Не был он прав. Расскажите про ваших родителей. Да, да, давайте не будем... Ну, то есть, про Гитлера, да. Чем они занимаются? Что они... У него отец, как бы, со слов Стасяна, у него отец был как Гитлер. Ну, когда... Может быть, даже хуже еще. Не делая меня, они занимались сексом, полагаю. Вроде так работает биология. А вообще, что о них рассказывать? Что о них рассказывать? Да, Стасян, Стасян, Стасян. Видите, не удалось, не удалось забороть Стасяна. То есть, обычно, вот, Ксения Анатольевна и Дути, они привыкли к тому, что они всех овнят своей тупостью и бескультурности. Ну, блядь, тут вы, как бы, писем-то пососали. Ну, это ладно, это еще... Дути его еще не звал. Но я думаю, там будет примерно то же самое, а может быть, даже хуже. Рассказывать. Так, ну мы пошутили. Незапрещенный прием. Вот, вот, я говорю, Ксения Собчак интервьюер, от бога. Подъебать гостя. Нет, чтобы потом каким-то титром какую-то хуйню наложить, чтобы я хотя бы не видел. Видите? А зачем? Я все всегда делаю в лицо, я за глаза нею. Я вам даже специально хотите пришлю, чтобы вы потом не кричали, что я в монтаже что-то там страшное подрезала. На вас все по-честному. Ну, я буду надеяться, я буду надеяться. Так что с родителями-то расскажете нормально? Да я просто столько раз рассказывал эту историю, не думаю, что это лучше для интервью. Ну, мама, папа... Да нет, хочется понять просто, кто родители. И сейчас вы будете потом любую хуйню... У тебя было трудное детство, наверное, поэтому ты ненавидишь весь свет. Я уже знаю все эти приемы. Ну, окей. Ну да, ну это очевидная хуйня. Я еще вообще ничего не сказала. Ну, это же я ваши все интервью смотрел. Слушайте, вы прямо все время прямо готовитесь к нападению. Конечно, я за это сюда и пришел, блядь. Я за это сюда и пришел. Вы в этом смысле прямо олицетворение происходящее вовсе. Да, потенциальная жертва. Вы считаете, что... Всегда готовая к нападению. Откуда-то готовилась на вас нападение. И сейчас оно вот будет осуществляться. Я просто спрашиваю про родителей. Из этих цитат мне больше нравится, блядь, что у нас геев много, это бабы недоработали. Ладно. Касательно того, что родители... Ну вот был отец, была мама. В детстве они разошлись еще, когда я был грудным. Я поехал жить в деревню. В деревне жил до... Его просят рассказать про родителей, он про геев. Семи лет. Про Гитлера. Ну что такое? Потом вернулся из деревни и ходил в школу, жил с мамой. Вот, собственно говоря. В школе ста сена травили, кстати, его же слов. И называли его как раз геем. Поэтому все сходится. Задайте конкретно вопрос, я расскажу. Я правильно понимаю, что до семи лет вашим воспитанием в основном бабушка занималась, да? Ну, бабушка... А потом какое-то время он был православным националистом. То есть, опять-таки, видите, гей, Гитлер. Все-все, как бы начинают все вот эти красные ниточки сходиться воедино. По маминой линии, ну и дядя, да. То есть, в каком смысле она там маму заменила, на определенное? Нет, другая бабушка в итоге заменила вообще всех, потому что всем родителям было... Ну, по сути, это пофиг, но это время-то какое было. Все работали, зарабатывали, мама целыми днями на работе, а бабушка, как бы, адекватная. Но к бабушке вот этой, про которую я говорю, я переехал только после третьего класса, в перерывах между третьим и пятым, потому что я в четвертом не учился. Вот, а потом я уже дожил с ней. Бабушка, вот, которая была вам ближе, как ее звали? Клавдия Дмитриевна. Сильным характером была женщина. Ну, она угарная была, она, типа, вот, чувство юмора у нее такое ебанное было, она меня учила матом ругаться, короче. Молодец, бабушка. Уроки не прошли зря. Еще что? Ну, она, ну, такое, ну, конечно же. Она все время еще говорила, что она блокадница, хотя она, по-моему, не была блокадницей, меня это так забавляло. А что она про блокаду рассказывает? Ну, там, короче, ну, что-то я там, не знаю, что-то я себя как-то плохо повел, там, позже пришел домой, она говорит, я блокаду прошла, и чтоб какой-то пиздюк, сейчас там меня не слушался, сейчас тебя там к матери отправлю обратно и прочее. Вот, ну, типа такой хуй. А ты к маме не хотел? Конечно нет, блядь, вообще никогда не хотел, но плохо будет про маму говорить как-то нелицеприятно, да? Причем я знаю значение слова нелицеприятно, если что, то есть даже именно честно. Нет, я не очень, потому что мама никогда не была на моей стороне, мной фактически не занималась, и большую часть детства я был предоставлен сам себе. И как-то у нас не сложилось с ней теплых сыновоматеринских, вообще, блядь, конечно, я так и говорю. Вы думаете, он почесал голову, на самом деле, это массаж мозга? Ежи, неироничный вопрос. Стас часто использует термины мировой капитализм, а есть литература по этой теме. Откуда это все взялось у Стаса? Ну, ты знаешь, я не могу заподозрить Стасина в том, что он читал «Капитал» или что-то из Ленина. Поэтому я думаю, что это словосочетание, которое он услышал от своих друзей-коммунистов, но не факт, что Стасин понимает значение этого словосочетания. Точно так же, как когда он говорит про то, что частное собственное средство производства — это плохо, а общественное — это хорошо. Я, знаете, я на 100% уверен, что Стасин не сможет вывести за это, как бы за то, чтобы объяснить вообще, как это работает и, значит, в чем разница между первым и вторым. То есть вот на каком-то серьезном таком глубоком уровне. То есть я больше чем уверен, что он просто не понимает, как это работает. Но ему просто нравятся вот эти вот, как бы, ну, сигнальная риторика левых. Да, что типа там, компрадорский полупериферийный капитализм, мировой капитализм, империализм, буржуазия, частная собственность на средство производства. То есть это примерно как вот мантры, которые религиозный человек заучивает. Общение матери с сыном не сложилось. Она била вас? Конечно, блядь, прям каждый день нахуй. Но не так, как отец. Они брались за ноги и головой просто об стену. Этим потом надо оправдать мою окружающую агрессию. Да нет, я ничего не оправдала. Так, собственно, и сломалась вот эта обезьянка, которая била в тарелке. Просто, ну, насколько, опять же, мы же общаемся с разными людьми. А кого в детстве не били, мне интересно, ну, кроме вас, Ксения Анатольевна, вот кого здесь в детстве не били, блядь, можете пойти? Меня не били. В итоге я такой наглый. Наглый мудак такой вырос. Нет руку, вот хоть кто-то, кого не били, не били? Били вас. Нет, не били. То есть тебя не били? Нет, у меня вот была история, я ее не помню, что папа все время говорил, что это сейчас ремнем у тебя, значит. И один раз стал снимать ремень, а мне... Да, но не для того, чтобы выпороть. Было лет 11, я так смотрю, ну, что ты вот такой-то демократ, давай, давай, бей меня, он не стал. Вот это единственное, что я помню. Ну, может, когда-то в детстве и били, но как бы... И он такой, типа, я не демократ, я либертарианец. Простите. Не знаю. Мне кажется, я себя узнала, что там... Я тоже превращаюсь в стасяна постепенно. Надо было сказать, папа снимает ремень, папа, ну что, насмотрелся своего бойцовского клуба? Просто давай сразу скажем, что шлепать и бить, это разные вещи. Это, блядь, я... Мы сейчас не говорим о том, что кому-то дать под затылку. Да, в бойцовском клубе там весь фильм детей пиздит просто. Бьете своего ребенка? Я вот матери в детстве говорил, я тебе это нахуй никогда не прощу, блядь. Я вырос, блядь, и вот я до сих пор не простил, с чего она до сих пор охуяет. То есть это именно был прямо абьюз такой? Конечно, конечно, блядь, жесткий такой. Фейшал абьюз, да. Что она делала? То есть она прямо швыряла тебя, бросала. Вот так вот, как в рестлинге. Джан Сина, тан-тан-тан-тан. Да нет, ну, что она делала там, блядь? Ну, можешь вспомнить какое-то вот самое, то, что я запомнилась, какой-то ужасный эпизод. Короче, блядь, у меня, ну, бывают всякие загоны. Тут между ними, знаете, не хватает стола, накрытого газетой, чтобы там стоял пузырь водки. Селедка нарезанная, там огурчики. На тему экологии. И в детстве я, ну, смотрел там документальный фильм о BBC, я такой, блядь, человечество неэкономно расходует воду неправильно. Короче. В детстве он смотрел на BBC, что? Я, ну, я матери готовил еду, когда она приходила с работы, и я, короче, блядь, ну, сварил ей сосиски две, и из этой же воды заварил ей чай, потому что нахуя тебе по отдельно чайник заваривать, мы тратим воду в никуда. И, короче... Да, ну, и история у тебя. Я ей принес, она пьет этот чай с сосисками, я говорю, мам, я себе сделал хорошее дело, и объясняю эту хуйню. А как я выплюнул чай, и как въебало под затыльник, блядь. Вот, и по такой хуйне. Слушай, ну, этот роботин, да, и так из Тасяна не выросла Гретта Тунберг. Задушили в зачатке под затыльниками, короче, выбили Гретту. Ну, что ты готовил ей еще при этом? Я убирался, готовил, все делал. Ты же скучал, наверное, когда-то, вот, до семи лет жил у бабушки. Я просто помню, что когда меня оставляли у бабушки летом, там, на два месяца, я выходила на дорогу, ждала машину, прям, когда же меня родители вот заберут. Я очень скучал, там, в возрасте пяти-шести лет. Нет, я смотрел всякую супергеройскую муть, наряжался в плащи и ходил, пытался кого-то защитить. Но обычно, как бы, пизды, у нас там на границе с Дагестаном еще было. То есть там, короче, опасно было, блядь, супергеройствовать. Я такой, ну нахуй, Человек-паук, оставь это для себя. Да, я, блядь, дальше, как Петер Павел. А что были какие-то национальные конфликты? Ну, они всегда есть и везде. Ну, типа, постоянно. Ну, там, типа, да я не знаю, но дети, они постоянно дерутся. Дело там не в национальности, да? Вот. Короче, все понятно. Понятно, почему Стасян на какое-то время стал православным националистом. Ну, они особо не дрались в дворе там. Здравствуйте, ежи. YouTube.chon.ch Ой, а ну да. Спасибо большое, спасибо. Ну, вообще, да, мило, когда Ксения Анатольевна пытается свое детство сравнивать с детством Стасяна, как бы, не понимая, что там огромная социальная пропасть, как бы. То есть, наверняка, во дворе у Ксении Анатольевны там были специальные дети, родителям которых платили за то, чтобы они играли с маленькой Ксении Анатольевной, чтобы она их возила у себя на спине. Или типа того. Так это Питер. Да в Брянске я у бабушки. Да почему здесь Питер, блядь, какая разница-то, алё? Была. А-а-а. Меня же на все лето отправляли к бабушке. Меня там только один раз горшок сбросили с другого дома. Я первый раз услышала. Ты таки, горшок умер, блядь, инфа сотка. Нет, я первый раз услышала, он сказал, что мне было лет 5. Я пришла потом домой, а-а-а-ка, и бросила. Стасян, бог юмора просто. Сила горшком в меня. Ну, может, стоило поделиться конфетами? Я пришла к бабушке, говорю, бабушка, что такое ж-а-а-ка? И бабушка пошла туда разбираться прямо с этим. Значит, там, коммунальная квартира была. То чувака репрессировала? Устроила жесткий, там, разбором. Ну, тем более, 37-й год, короче. Ну, не 37-й, но... Близко, да? Ну, ты сейчас... Из коммунальной квартиры вы выкинули горшок, как бы, значит, классовая борьба происходила, понимаете? С мамой не общаешься? Нет, почему? Общаюсь, поддерживаю, все. Но она все-таки меня там в детстве торрестила. Да, конечно. У меня автоперевод стоит. А у тебя есть такая условная история, что ты завидуешь каким-то своим друзьям, что, блин, какие у них отношения с родителями, почему? Вообще нет, если честно, вообще нет. Нет такого? Ну, кстати, это странно, потому что оно должно было бы быть, но... Вот в детстве я помню как раз-таки вот этот вот, начали с радиорынка, Славик, я всегда завидовал, что у него такие отношения с мамой, ну, типа, то, что они прям как друзья, они там матерятся, курят вместе, но, судя по тому, как он... Да, это и значит иметь хорошее отношение с родителями. Это когда вы вместе материтесь и курите. Вот, а когда вы материтесь и курите по отдельности, то это значит не очень хорошее отношение с родителями. Кончается жизнь. У Стасина очень специфические представления вообще о сибирных ценностях. Сейчас это, блядь, было не лучшее воспитание. Поэтому... Да нет, вот правда, почему-то вообще нет. Ну, вот, ох. А ты вообще собираешься семью заводить? Есть девушка. У меня жена, я женат, у меня ребенок есть. Вот как все... Ну, он немножко лукавит, конечно, ну ладно. Короче, у Стаса есть жена, и у жены есть ребенок, да. Это действительно так, это соответствует... Ты даже, ну, у тебя, знаешь, насколько у тебя... Это такая hidden part. Да. Нет, почему это все знают, Ксей Анатолий? Ну, я нет, я как-то пропустил. У меня вот 26 декабря, как раз, в день рождения Иисуса, ну, это Рождество, родился, собственно говоря, ребенок. У православных Рождество 7 января. А у католиков 25-го. Слушай, а знаешь, опять же, я вот... Ну, почти, короче, почти. Иногда читаю, там... То есть мы больше не будем про политику, я могу расслабиться, да? Это так сейчас мелко, знаешь, между половыми актами должны быть всегда паузы, когда люди курят. Вот это... Блядь, фу, не надо, пожалуйста. Давайте вы лучше политику будете обсуждать. Сейчас типа такого. Так что вазелин чуть позже, вот, а сейчас мы просто курим. Да, 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 охуенно. Вот, значит, нет ли у тебя такого ощущения, знаешь, когда психологи... Никто из вас не является азиатской девушкой, поэтому, блядь, давайте вы не будете про секс, пожалуйста. Говорят, когда над тобой совершают какое-то насилие в детстве, ты как бы потом все равно подсознательно хочешь замкнуть этот круг, ничего не можешь с этим сделать. Ну, условно как... Блядь, у него аж уши начали дергаться. Знаешь, как в армии, там, почему дембель бесконечная, вот это дедовщина, потому что любой, кто прошел через унижение, там... Это возрастные инициации, вы ничего не понимаете. В армии он потом хочет быть дедом, и он ничего не может с собой сделать, и сам начинает унижать. И стареет внезапно, и становится дедом. У тебя бывает такое, что ты там смотришь на своего ребенка и сдерживаешься, когда он там старается? Блядь. Не, наоборот, может быть, Стас захочет быть... Для ребенка своей жены, наоборот, очень хорошим отцом. Потому что, ну, типа, он имеет опыт того, что... Как выглядела плохая семья, где никто никого не уважает, все пьют алкоголь, ругаются, дерутся и так далее. И поэтому он захочет быть для вот этой, как бы, ребенка, который родился у его жены, наоборот, типа, отличным. Отличным отцом, самым заботливым, самым нежным. Потому что отец, как известно, это не тот, кто там сыну вынул, да. Это все хуйня биологическая, в общем-то, это все. Провоки выдумали этот детерминизм биологический, генетический. А отец это тот, кто его спитал, понимаете. Потому что, как писал Карл Маркс, сущность человека лежит в отношениях вне него. И, как бы, человек, он полностью детерминирован своей социальной средой. Поэтому главное правильно воспитать ребенка, понимаете. Я так считаю. Страшно скандалить, чтобы не ударить. Три месяца вот недавно исполнилось, что она там скандалит. Ну, плачет просто, как бы, качаем, успокаиваем и все. Так, Фарвай пишет, интересно, почему меня в армии не уезжали. Так ты уже служил, наверное, когда один год только служили. Уже не было вот этой системы двухлетней, где там всякие духи, черпаки, дембеля и прочее. Вот. Меня, кстати, тоже в армии не унижали. Потому что я не был в армии. Это основная причина. С женой. Ну, чего с женой? Ну, такого не было, чтобы ты там замахнулся или там... Нет, вот я просто тысячи словами это говоришь. Знаешь, на самом деле меня больше... В смысле замахнулся? Замахнулся и не ударил? Что? По-моему, слэпфейс это база. Нашокировала другая хуйня в детстве, которая мне до сих пор мешает жить. Короче, было много случаев. Там есть еще вырежете, нахуй, если неинтересно, я сейчас расскажу. Короче, у меня со второго по третий класс были чуваки, которые меня, бля... Вот я не знаю, почему. Вот просто у меня вообще аура такая. Меня люди почему-то либо любят, либо ненавидят. Вот просто по умолчанию. Вот я хуй знает, я могу ничего не говорить. Это у всех такая аура. Видите? И человек сразу либо расположен, либо это. Ну, вот никого не оставляю равнодушным. Вот я был во втором классе школы. Уже заканчивалась четверть, собственно говоря, четвертая. И как раз это было... Все это помнит еще самое смешное. Вот Заметино в поселке я тогда жил с мамой в однушке. И, короче, бля, просто, сука, проходу. Вот просто меня возненавидели ни с того ни с сего. То ли из-за моей одноклассницы, с которой мы там, ну, типа, там у нас было отлично. Так, пишут, а когда народ перестанет болеть коллективным Стасином? Ну, я так понимаю, это даже не вопрос, потому что я не поставил вопросительный знак. Ну, понимаешь, Стасиан, он не может перестать болеть с собой. Он просто Стасиан и все. Он такой, какой он есть. Ищница, блядь, смешное имя, фамилия, Валя Курочкина. Я в нее, там, типа, был влюблен, блядь, ну, я пытался шуры-муры. И, может быть, из-за этого, потому что этим пацанам она нравилась. И они были, типа, там, из пятого класса. Ну, то есть на три года старше, а когда ты совсем пиздюк, это очень большая разница в возрасте. И вот с четвертой четверти вот просто я иду со школы, они меня начинают, но я просто иду. Короче, в прошлые разы, когда он рассказывал про эту историю, там было все так, что его обзывали п-словом и намекали на его, значит, сексуальную ориентацию нетрадиционную. Правда, это было в более поздних классах, и это было, когда он волосы покрасил, короче, перекисью или чем-то. И, в общем, его все начали дразнить пидорасам. То есть, возможно, сейчас просто речь идет про другой эпизод буллинга школьного. У нас там три километра дороги от школы до дома. Блядь, как-то там чмывить, блядь, издеваться, поджопники раздавать и прочее. И, типа, вот такая вот хуйня начинается, и я иду, тебе так обидно. Это продолжалось до конца года, собственно говоря. Я матери говорил, ей похуй, отцу говорил, они такие, вот, там, типа, надо самому решать свои проблемы. Да даже если на то пошло, и кто, я, блядь, один, что я вообще сделаю, тем более пиздюк, без отцовского воспитания, которого не драться, ничему не учили. И, короче, тут происходит событие, которое вот... Да, потом он на бокс пошел, ему там голову отбили еще к тому же. Действительно, меня, наверное, очень сильно повлияло, причем в негативную сторону. Вот слушаешь все эти истории из детства Стасина, я хуеваешь. А потом еще и про его взгляд на идеальное отношение с родителями. Вместе курить узнаешь. Я при родителях. Хотя мне 22, даже подумать о том, чтобы закурить не могу. Хотя все поймут, как минимум отец курящий. Боги, храните Россию. Ну, слушай, может, твои дети будут курить на зло тебе, что, типа, папа такой трезвый, никому, короче. Хрен знает, понимаешь. Не, на самом деле, вот, понимаешь, Стасины, они вырастают не обязательно в семьях, где какие-то есть серьезные проблемы, там, с насилием и прочее. Но это, конечно, все усугубляет. Да, это усугубляет ситуацию. То, что его травили в школе, то, что у него, как бы, он не видел нормальных отношений между родителями, то, что у них были постоянно конфликты, то, что его отец напивался, издевался над ним и так далее. Понятно, это все усугубило ситуацию. Спасибо, спасибо. Наркотики, опять-таки, тоже, да. То есть, то, что было в его жизни, то, что на боксе голову могли отбить. То есть, из всего этого, из этих маленьких кирпичиков, в итоге, вот, сложилась общая картина. Но зато он думает, что он жизнь прохавал, потому что вот он, как бы, с самых низов поднимался и все это видел. Обратную сторону жизни. То, что Ксения Анатольевна не видела, например. Да, ладно, давайте вернемся к видео. В перерыве между вторым и третьим классом, я как-то вот иду, там, гуляю по своему поселку Отрадное, встречаю вот эту... Между первым и вторым, перерывчик небольшой. ...самую Валю Курочкину, и типа, что-то мы с ней там разговариваем, и вижу вот этих вот ребят. Они прямо... В моем случае это была бы Валя Ли, или Пак, или Цой. ...через дорогу. И я, чтобы, типа, показать, какой я крутой, и как-то еще перед собой, начинаем всякие оскорбления орать, ну, типа, пидор, сука и прочее. Ну, как там, единственные слова, которые дети знают. Это лучший способ привлечь внимание девочки. Они за мной бегут, а я успеваю отбежать. Они опять возвращаются, опять начинают оскорблять, и типа, ну, вот так вот это и заканчивается. Я в итоге просто ухожу домой, типа, бля, перед Валей покрасовался, молодец. А тут проходят вот эти вот три... Да, именно так это и работает. ...со школы, и опять начинается пиздец. И, короче, это продолжается, наверное, по октябрь, уже лужи появляются, и я как-то раз иду из школы. Причем, я помню, это очень смешно было. Со мной идет самый крутой чувак в нашем классе, Максим, я как сейчас помню, он такой, типа, балаля, блядь, ну, такой серьезный, крутой. Гигачат. И мы идем, и типа... Как сказали бы сегодня. Они нас ждут, они каждый день ждали на середине дороги. Вот, мы там обходились по трубам, потом в обход 5 километров шли, но типа, они идут, и он такой сразу в сторону, и все, Стас, пока, блядь, дальше я один. Короче, меня так попиздили чуть-чуть, но не сильно, да, типа, дети там... То есть, самый крутой пацан в классе не соступился за Стасена в итоге. Я думал, он специально с ним тусовался, чтобы эти хулиганы не трогали его. Да, они такие, типа, поставленные, что-то такое. Я думаю, блядь, ну, сука, я устал от этой психологической хуйни, когда на меня давят, надо как-то что-то сделать. Я, короче, извозюкался в... Так в том-то и дело, что я не трезвенник. Курю трубки и их же коллекционирую. Просто так воспитан, что в семейном кругу нельзя курить и выпивать больше двух бокалов, обсуждать политику и т.д. Интересно, пьет ли Стас из горла? Я начинаю еще сильнее верить в генетический детерминизм. Ладно, я не буду шутить про горло. Ну, смотри, у тебя больше двух бокалов не выпивают. А у меня, например, отец, он всю жизнь был шофером, водителем. И поэтому у нас даже на самых больших застольях семейных у нас никогда на столе алкоголя не было. То есть у нас буквально, знаешь, как в какой-то секте, короче. Но это я только сейчас уже понимаю, потому что я, будучи ребенком, я думал, что это нормально, что у всех так. То есть как бы никто не пьет алкоголь. Типа у меня не было такой мысли. Что надо пить алкоголь какой-то. Для меня это было что-то невероятное. Спасибо, спасибо большое за донат. Да, отцу нельзя было пить по-категорически, потому что он возил важных людей очень. И там всегда перед тем, как ты приходишь на работу, у них каждый раз было медицинское освидетельствование, где тебя проверяли, как бы не выпил ли ты что-то накануне. И если ты что-то выпил, тебя могли даже не просто отстранить там на день или на какое-то время, а сразу уволить. Так, пишет правильно, алкоголь не для шоферов. Ну, знаешь, на уровне обыденного сознания принято считать, наверное, да, что вот типа простые люди, такие шоферы перепачканные, значит, там, не знаю, мазутом, они тоже бухают там целыми днями. Но в действительности, да, то есть лишение прав и прочее. То есть как бы это получается, что ты выпадаешь из этой профессии, которой ты всю свою жизнь посвятил. Особенно, если ты не простой шофер, а ты работаешь во всяких советских консульствах. Водишь машины с посольскими номерами, то есть такое, который там еще Эндрю Сэвидж, они его не трогали, потому что там вокабуляр не использовался. У нас алкоголь всегда был еще с советских времен. Дедушка у меня был очень востребованным медиком-химиком, и ему спецпоек выдавали. Не, у меня дед, кстати, тоже самогон гнал, причем в самый разгар сухого закона Горбачевского. Вот, и там, значит, на него донесли кто-то из соседей, значит, что дед самогон гонит дома. И к нему пришел участковый. Короче, ну, типа, изымать самогонный аппарат, потому что, типа, блядь, незаконно, все, сухой закон, блядь, самогон незаконный. Причем дед никому не продавал, естественно, этот самогон, он для своего использования только исключительно гнал. Вот, но его спалило то, что у него труба какая-то выходила там в окно, и там дым, значит, шел оттуда, когда он, собственно, включал этот самогонный аппарат. Вот, в итоге к нему пришел участковый. Короче, что сделал дед? Дед надел китель со всеми орденами. Вот, и дед был председатель Совета ветеранов в этом населенном пункте, во-первых. Во-вторых, он герой Сталинграда, не иронично, то есть у него всякие боевые медали именно за Сталинград. Вот, то есть не юбилейные, да, не те, которые там вручались там через, там, 20 лет после окончания войны. Вот, а именно вот те, которые непосредственно вручались тогда, такой грубой чеканки, значит, боевые награды. И он, короче, надел этот китель, а у него этих орденов было просто до хрена. И он встретил в таком виде участкового. Вот, и участковый на него посмотрел, и дед сказал, я что, я, значит, фронтовые 100 грамм, значит, не могу выпить. Значит, в память о товарищах, которые там в Сталинграде, значит, погибли. Типа, я Сталинград прошел, и все, и участковый отстал от него, все, больше не приходил. Всю хуйню рассказал, ну, приукрасил, конечно же, еще немножечко, потому что, ну, я просто устал от этого. И мать позвонила отцу, сказал, все надо решать. Отец приезжает в школу, и начинают насчет этих парней, пятиклассников, разговаривать с учителем. И, блядь, почему-то зовут... И, кстати, да, мой дед не был коммунистом, он всегда овнял политрука на политзанятиях. Вот, когда политрук начал, начинал рассказывать там про социализм и коммунизм, потому что дед, он читал и Маркса, и Ленина, и поэтому он всегда там, значит, на политзанятиях творил хуйню. А потом политрук после занятий его подзывал и говорил, что, типа, вы не могли бы, пожалуйста, во время политзанятий не спорить со мной, потому что вы подрываете мой авторитет в подразделении. Как бы, если у вас какие-то вопросы есть, или там колки какие-то, саркастические реплики, вы не могли бы, блядь, после политзанятий, как бы, мне это все озвучивать, а не во время занятий. Вот именно эту Валю курочкой... Так что дед, он еще там, значит, занимался, короче, не очень хорошими вещами на политзанятиях. Она говорит, он сам их оскорблял, он, типа, блядь, провоцировал и прочее. Хотя меня до этого, вот, всю четверть, блядь, три месяца, прям, там, два или три, ну, прям, вот, блядь, вообще проходу не давали. В туалете, блядь, поджидали, знаешь, полный пиздец. Ой, блядь, что же они там делали с ним в туалете? Не спрячешься, да, как Дим Юрьевич в туалете. У нас час еще есть, я думаю, да, мы нормально посмотрим. Это прям сериал «Школа». Я, короче, потом иду, в раздевалке стою, отец ко мне подходит. Говорит, ну, хуй, ты сам виноват, сам выебался, типа, блядь, задел, они тебя пиздят. Я такой, заебись. Это была, ну, это была не ложь, но это была полуправда. Мне, блядь, не поверили мои собственные родители. И вот после этого я такой, вот, блядь, стану большим и сильным, и никого, типа, не дам в обиду. Поэтому меня всегда, блядь, задевает, когда с кем-то где-то происходит несправедливость. Я во всякую хуйню вписываюсь, блядь, просто потому, что вот эта вот обида за людей, за которых не заступаются, когда в отношении них происходит что-то, ну, категорически неправильно. Она вот мне не дает покоя. Какие-то, блядь, проблем в семье, чтобы я там начал жену избивать или прочее, или что-то такое, нет, это никак не повлияло. Я никогда своего... Видите, значит, она все-таки увернулась от стула. Ребенка просто пальцем не трону, это абсолютно точно. Я бы, наоборот... А ребенка жены? Намного больше боюсь из нее какого-нибудь этого вырастить. Ну, знаешь, избалованную, короче, ну, ты знаешь. Я шучу, без обид, ладно? Если что, вы решите эту шутку. Вот, избалованного какого-то ребенка из-за чрезмерной заботы, из-за чрезмерного оберегания, да, то есть... Гиперопека, да, это плохо. В любом случае, буду заставлять ее самому что-то добиваться. Но вот у меня, вот, блядь, не могу пройти, когда вижу, что человека где-то обижают. Да, приятно знать, что у моих детей точно нет гиперопеки. Иди на улице, в драке из-за этого ввязывались. Иногда нелепость была, помню, блядь, шли с другом по соколу, там, блядь, драка, мы такие, блядь, ну, надо подойти, разнять, а время там час ночи. Мы подходим, а там два борцухи такие, блядь, мы такие, ребят, что происходит? Они такие, а, блядь, с братом поспорили, кто первый, типа, три очка заработает? Мы такие, а, ну, ладно. Но вот и в интернете вот этой же хуйней занимаюсь. Когда кого-то унижают, я такой, блядь, все, идите нахуй. Как вы думаете... Да, поэтому унижается сам. Эти инопланетяне существуют? Так. Я не знаю. Неожиданный переход. Я всего ожидал от этого интервью, но чтобы так... Ну, огромное количество галактик, где-то, может быть, это тоже есть жизнь. Вопрос, на каком этапе развития они находятся. Может быть, такой же хуйней, как мы занимаются. Может быть, в космос покоряют. Хорошо, поехали дальше. Мы уже начали эту захватывающую тему про Сталина. Сейчас будут вопросы, что тяжелее, килограмм свинца или килограмм пуха. Я так понимаю, что у вас явно есть свое мнение по поводу сталинского правления. Я бы очень хотела послушать его, и можете его поднажать. Да, главное, что это аргументированное мнение очень, как... Причем зрителям рассказать. А что, слушай, человек выиграл самую кровопролитную, самую ужасную войну в истории человечества. Блядь, это самый яркий... В одно лицо выиграл. Маркер. А надо было спросить, а в каком году началась эта самая кровопролитная и ужасная война в истории человечества? В каком году она началась, эта война? Что сказать? Великий философ. А какие философские работы, товарищ Сталина, вы читали, товарищ Стасьян? Что вы можете сказать по поводу статьи «Вопросы марксизма и языка знания» или, например, «Экономические проблемы социализма в СССР»? Ленина, типа... Да, еще одного великого философа тоже. Правильно я понимаю, что цель оправдывает средства. Ой, блядь, доносы, репрессии, гулаги. Не знаю, смотря какая цель, смотря какие средства. В разных ситуациях по-разному. Но я думаю... Цель выиграть войну оправдывает те средства, которые были приняты. Блядь, надо было спросить, в каком году эта война началась. Менем. Ну... Это было бы лучше. Давайте поговорим про эту войну, в каком году она началась. Грады неплохо себя показали. Я имею в виду репрессированные люди, заградотряды. Нет, давайте... Бля... 60-х годов. Ну, наверное, Катюшу он имел в виду или типа того. То есть оговорился. Ну, это как с боярами и Петром Первым. Понятно, что Стасян гуляет в вопросах истории. Я думаю, там... Лет... Не знаю. От 20 до 200, до 2000 лет туда. В обе стороны. Это, в принципе, не принципиально. Лучше у нас будут зажигать военкоматы. Давайте лучше у нас... Осуждаю, блядь. Осуждаю. Не надо, нет. Я понимаю, он саркастически это все говорит, но нет. Приносить статуэтки, заниматься диверсионно-подрывной деятельностью. Ну, да, это, блядь, безусловно, лучше. Нет, это не лучше, это хуже. Товарищ Сталин, кстати, тоже занимался диверсионной деятельностью до революции активно. Я просто хочу сказать, что во время Второй Великой Отечественной войны погибли... Во время Второй Великой Отечественной войны, так. А первая Великая Отечественная, она была с Наполеоном, которая... А вот эта она, вторая Великая Отечественная. Было меньше людей, чем люди, которыми вы восхищаетесь, а именно Ельцин и Чубайс, со своими охуенными реформами. А на какую статистику, уважаемый товарищ Стасян, ссылается, как бы, да, да? Какой статистике он апеллирует, когда он говорит о том, что во время Второй Мировой, или, там, не знаю, Второй Великой Отечественной, что бы это ни значило, погибло больше людей, чем во время реформ Чубайса и Гайдара. То есть у него какие-то цифры перед глазами где-то сгубили. Цель оправдывает средство, Ксения Анатольевна? Вы же вроде всегда восхищались капитализмом. У вас цифры такие, то есть... Да, это интересно. Вы говорите, что в Великой Отечественной войне... Вы можете посмотреть. Где? Где на это посмотреть? В Отечественной войне погибло людей меньше, чем в 90-е? Я сейчас правильно услышу? Не конкретно в 90-е. Я думаю, да. В 90-е, а после последствий. Украинский... Я думаю, да, это очень плохой аргумент. Ну, скажем так, он перестает быть хорошим аргументом в момент, когда он произносит слова «я и думаю», но дальше этот аргумент не становится лучше. Конфликт, последствия распада Советского Союза и контрреволюции. Да, я именно это и сказал. В 90-е погибло людей больше. Я не говорил про 90-е, я сказал о последствиях Советского Союза, его разрушения. Последствия реставрации капитализма, вот что я сказал. Да, то есть с точки зрения Стаса, в ходе, значит... Ну, то есть, получается, по настоящий момент, да, получается. То есть, в момент развала Советского Союза, в ходе либеральных реформ, последующих событий, погибло больше людей, чем, значит, во время Второй Великой Отечественной, как он сформулировал. То есть, в принципе, можно было бы подтянуть за ревизионизм, да, и за отрицание итогов, если бы он не сказал, как бы, если бы он не оговорился. Потому что черт его знает, что он имел в виду, когда он сказал про Вторую Отечественную. Я не знаю, может быть, у Стаса у него собственная историография, и там, как бы, собственные военные конфликты происходят в ГТАРП. Именно. Это что вы имеете в виду? Потому что обычно этот военный конфликт называют либо-либо, вот, как бы, Вторая Мировая, если с 1939 по 1945, значит, либо Великой Отечественной с 1941 по 1945. А вот что такое Вторая Великой Отечественной, это я даже не знаю. Но, наверное, это все-таки война с 1941 по 1945, в том смысле, что Первая Великая Отечественная, она против Наполеона была в 1812. Последствия. Какой тогда период времени вы считаете? Да, на самом деле, да. Даже если считать по настоящее время, да, по сегодняшний день, все равно во время Второй Мировой больше намного людей погибло. А старости тоже угодно. А все эти конфликты, Приднестровье, Первая, Вторая, Чеченские войны, это непоследствия, как бы, разрушения Совета? Даже если все просуммировать, даже, причем, не только конфликты, которые происходили на развалинах Советского Союза, но вообще все, что в мире происходило в тот момент, включая, там, не знаю, войны на Ближнем Востоке, все равно во время Второй Мировой больше погибло. Так, Борщик Сосновского, 100 рублей. Глядя на все это, вы бы еще, вы все еще хотите все общего избирательного права? Да, это вот, кстати, то, что мы наблюдаем, это самый лучший аргумент против всеобщего избирательного права. Советского Союза, который нужно было... Подождите, ну, можно же, в принципе, считать все войны на планете Земля тоже последствиями. Ну да, потому что это все капитализм. Но проблема в том, что даже если мы все их посчитаем, все равно во время Второй Мировой больше погибло. Второй Мировой войны в каком-то смысле, правильно? Нет. Ну как, Пол Потт в каком-то смысле, это последствия гитлеризма, безусловно, там погибло, не дай бог, сколько. Ну как? Ну, в процентном отношении очень много, а в абсолютных цифрах, как бы, нет. Ну, тогда можно и так, наверное, посчитать, я не знаю. Ну, в этом смысле вы, конечно... Ну, я говорю про последствия. Правда ли, следствия, вам же нравится капитализм? Вот стоило это того, Ксения Анатольевна? Стоило ли Пол Потт того? Важный вопрос, не могу. Да, Пол Потт, он прям строил капитализм просто. Сейчас отмечу, хорошо? Нет, а вот Украина, СВО, Евромайдан, вот это все последствия, Приднестровье, эти ужасные войны, все следующие конфликты, которые будут... Слушайте, вы прямо, Станислав, вы как гибнет... Нет, насчет Украины, Приднестровья и так далее, это следствие как раз развала Российской империи и того, какую национальную политику насаждали большевики в первые десятилетия советской власти. Вот в чем дело. То есть так мы, собственно, и приходим к тому, что самая главная геополитическая катастрофа, значит, 20-го века, это не развал Советского Союза, а его создание. Вот, и, соответственно, развал Российской империи. Чудовищная катастрофа. Потому что то, что мы сейчас Украину воспринимаем как отдельное какое-то политическое образование и вот приходится даже там вести какие-то военные действия, это все с этим связано, как бы исходит напрямую. Мы уже про другой говорим, вы все вот туда, значит, это у вас уже школа Соловьева. Это даже не говоря о том, кто отрезал, да, кто и зачем отрезал у Польши территорию той же самой и приписывал к Украине. То есть как, например, территории Донбасса были приписаны к так называемой Украинской республике, почему там Крым оказался вообще в какой-то момент и так далее. Нет, это ответ на ваш вопрос, это ответ на ваш вопрос. Ну, хоть не школа Ксении Собчак. А вот репрессированные у вас есть в семье люди? Конечно, у каждого. Где-то анекдот про Сталина рассказал, бух и пулю в лоб, конечно. Ну, в затылок, на самом деле. Смотрите, вот это сейчас, честно говоря, звучит ужасно. Потому что в моей, например, семье есть репрессированные человека. У всех есть репрессированные. Документы покажете? Можно вот изучить документы, в архивы залезть, посмотреть, как-то за что? Ну, хорошо, замечательно, давайте займемся этим. Потому что у нас уже есть фильм Дудя. А потом выяснится, что это дедушка Венедиктова, который в НКВД работал, он в КВД стрелял, там, я не знаю, про дедушку Ксении Анатольевны, и получится неудобно. Про Колыму, про закон о трех колосках и прочую хуйню, и про академика Карави. Так, то есть закон о трех колосках – это хуйня, ничего себе. Это что-то новое. И все это говно уже миллион раз разбито. Причем здесь фильм про Дудяя. Потому что каждый... То, что у коммунистов сгорела жопа от упоминания исторических фактов про указ 7-8, значит, указ от 7-го августа, который в народе был известен на трех колосках, это не значит что-то разбить, как бы. То есть то, что ты в какой-то момент начинаешь орать, махать руками и кричать про контрреволюцию, это не значит, что ты что-то опроверг в этот момент. Особенно если речь идет про конвенционально признаваемые исторические факты, которые признаются даже самыми отбитыми коммунистическими историками. Меня, блядь, деда репрессировали и прочее. Начинаешь изучать, по факту оказывается, что не так. Вот просто надо в архив залезть. Если у вас есть документы, ну, если это правда, во что, ну, как бы... Да, ну, после закрытия мемориала, я думаю, как-то проблематично уже будет. Не могу там... Хотя можно, да, в частном порядке это все делать. Не верить или наоборот верить, да, потому что я документов не видел и не изучал их. Но если это правда, ну, как бы соболезную, ну, бывает. Ну, хорошо, давайте так. Вы считаете в России... Почему мы должны верить в то, что кто-то опроверг, значит, историю с указом 7-8? Есть люди с документами, с доказанными фактами? Да, конечно, есть, да, есть. Потому что любое... Хорошо, вот такие люди есть. Допустим, их немного и меньше, чем об этом... Не, на самом деле их очень много. Я не говорю, что их немного, я говорю, что их намного меньше. Допустим, они есть. Мне приходится уточнять, чтобы... Намного меньше, чем что? Меня как Моргенштерна не отправили. Ну, допустим, намного меньше, чем, ну, они есть. Вот как вы думаете, допустим, кто-то из этих людей включил программу «Осторожно, Собчак» и видит вас, как вы с ухмылкой говорите про репрессированных. Как вы думаете, что этот человек будет чувствовать? Ну, если он не дебил, то он поймет, что я иронизирую над раздутой пропагандой о репрессиях, о доносах... Да, если он дебил, он скажет тебе, «Прямо, надо еще, чтобы захуярили, как бы еще больше». Да, если он дебил, то он занимает позицию Рудова. Что, типа, там, мы его прадеда расстреляли большевики, но я коммунист. Ну, для этого человека это не раздутая пропаганда, это жизнь его семьи, его деда, его прадеда. История о том, как человек... Да, похуй. Гитлеры не будем шутить, всех же родителей пострадали от этого родственники. Вы шутите про Гитлера? А как вы шутите про Гитлера? Ну, раз... Стасиан, покажи, как ты шутишь про Гитлера. Ну, например, можете поделиться. Я так не могу сходу вспомнить. Ну, когда приходит шутка, я его говорю, сразу же забываю. Ну, давайте, ну, какой-то шутку про Гитлера. Да он, блядь, сразу забывает даже ту хуйнюху, которую он тебе здесь говорит. Блядь, было про... Про печи. Подловила, подловила. Блядь, не надо про печи, пожалуйста. Блядь, Стасиан, что ж ты делаешь? Могу вспомнить, нет, правда. Не поддавайся на эти либеральные провокации. Я могу нагуглить и прочитать. Про печи, где, вы имеете в виду, где сжигали евреев? Да, были такие шутки тоже. Ну, вот я, допустим, про Штангенциркуль пошутил. Пошутил, ну, то... Покурил, да. Тоже вроде кого-то, блядь, оскорбил. Всегда кто-то чем-то оскорбится. Это просто шутки. Я ни в коем случае не иронизирую над... Да, Соловьева не это человеком называл, между прочим. Репрессированными непосредственно. Я иронизирую только над одним, над раздутой пропагандой, благодаря таким людям, как... Но я вот просто должна вас предупредить. Вот вы сейчас про Моргенштерна, чтобы, действительно, я вас не поссорила с вашим высоким начальством. Вы должны понимать, что Владимир Рудольфович, вот, я просто, мой гилдиплэжер от его эфира, он очень трепетно относится к евреям. Нормально он относится. И к холокосту, который случился. Есть разница между оскорблением и шуткой. Есть большая разница. Интересно. Я рассказывал в эфире Соловьев Лайв, шутки о геннадзии. Бля, я помню, я в синагогу в Китай-Городскую пришел первый раз. И мне там рассказали безумно смешной анекдот про холокост. И я просто, я сдерживался, вот, чтобы не засмеяться, вот, всеми силами, как бы. Потому что я боялся, что это проверка какая-то. Что, типа, если ты засмеешься над этой шуткой, то тебя выгонят из синагоги, скажут. Ты антисемит, сволочь. Ты не должен был смеяться над этой шуткой. Блядь, ну, шутка была очень смешна. И я такой... Ну, во-первых, я был в шоке от того, от самого факта, что мне рассказали этот анекдот. И как бы никто-то мне рассказал этот анекдот на улице. Там, я не знаю, да, какие-нибудь нацисты подбежали и рассказали мне этот анекдот. Я не хотел его слушать. Вот. Это были евреи в синагоге. Религиозные. Я понимаю, что на этот вопрос вы отвечали хулия красно. А по какому принципу вы видите электоральный ценз? Соцстатус, экзамены, печи. Блядь, печи осуждаем. Смотри, можно вводить образовательные и имущественные цензы. Имущественные цензы — это когда ты платишь минимальный какой-то налог. Чисто, знаешь, такой, ну... Это будет носить декоративный характер. То есть не то, что это какая-то существенная сумма. Просто сам факт того, что нужно что-то заплатить для того, чтобы принять участие в выборах, уже очень многих отсеет. Кому это неинтересно. И второй налог, значит, второй ценз — это образовательный ценз. Это не значит, что у тебя должна быть там какая-то научная степень и так далее. Да, потому что понятно, что это все продается, покупается. А нужно сдать какой-то минимальный экзамен на знание тех кандидатов, за которых ты голосуешь, да, и на знание нюансов их политической программы. То есть что ты показываешь, что ты ответственно избеждаешься, или что ты действительно знаешь, за что именно, за какую политическую программу ты голосуешь. То есть ты голосуешь не по принципу, что типа, ой, я этого чувака в телевизоре видел, за него проголосую, он мне кажется честным, да, у него лицо красивое, или еще что-то. А таким образом твой выбор становится более ответственным. Поэтому как бы имущественный ценз, уплата какого-то незначительного налога, чисто символического, и образовательный ценз, который состоит в том, чтобы сдать экзамен на знание программы политических партий, которые участвуют в выборах. Что ты действительно, твой выбор осмысленный, потому что ты голосуешь за конкретную, значит, политическую программу, и ты в курсе того, что это за программа, как она выглядит, и в нюансах. Да, они просто там тебя привели на выборы, привезли на автобусе, потому что в этот день там на избирательном участке продаются, там выпечка какая-то продается, и ты вот купил сосиску в тесте и галочку поставил куда-то в рандомное место, бюллетене. То есть я считаю, что даже такие незначительные, совершенно косметические меры, они уже приведут к тому, что у нас будет более ответственные элективные процессы. Спасибо за донат. Сыдя, о чем вы мне говорите? Можете рассказать, как вы шутку? Да, могу. Когда они пришли за геями, я могу... Да, если по поводу анекдота спрашивать, что это был за анекдот, там был анекдот, панчлайн я не буду рассказывать, но сетап был в том, в чем разница между евреями и Санта-Клаусом. Вот. И еще несколько таких же было анекдотов. И я просто... Я с глазами полного ужаса старался не засмеяться. Молчал, потому что я не являюсь геем. Когда они пришли за евреями, я молчал, потому что я не еврей. Когда они пришли за либералами, я молчал, потому что я не либерал. А потом они перестали приходить, потому что в городе не осталось проблем. Блядь, обожаю просто разрывное. Не что, либерал, гейси... Это охуенная шутка. Нет, а можно было пошутить про то, что... Они пришли за геями, но я не протестовал, потому что я не гей. Потом они пришли за либералами, но они никого не забрали, потому что они уже забрали всех геев. То есть этот анекдот можно было сделать еще смешнее, на самом деле. Вообще чистая смешность. Нет, это реально охуенная шутка, потому что вы даже не понимаете, к чему это отсылается. Ну я-то куда уж мне, конечно. Сейчас сутки про мое образование будет. Да, потом пришли за мной. Ну хорошо, давайте вернемся все-таки к сгоревшим... Это не шутка, кстати. Это буквально кто-то из немецких общественных деятелей, он священником был, он это выдал. Но там, естественно, панчлайн был другой. Что типа потом, когда они пришли за мною, значит, никто за меня не заступился. Правда, вместо либералов там коммунисты были. Слушай, все-таки уточнили. Да нет, ребятки, я в контексте, мне важно, что обо мне подумают. Сгоревшие военкоматы. Да. Вот вы так сказали. Осуждаю. Вот, знаете, так акцентировали на этом. Что вот, как бы мысль ваша была в том, что вот если бы в 37-м году не расстреливали и условно не забирали бы, то были... Да, расстреливали только в 37-м. ...либы сгоревшие военкоматы и все на свете. Правильно? Так они и были. Нет, подождите, мысль ваша такая. Правильно? Да. То есть обычно, когда вот либералы уровня Ксении Анатольевны, они говорят про репрессивных предков, как правило, речь идет про каких-нибудь ежовцев, которых вот как раз в 37-м и зачистили. Да, либо в 38-м. Что как бы до этого все было хорошо, там делалась партийная карьера, там, значит, в НКВД все замечательно, там, значит, отличная статистика, значит, истребленных врагов народа. А потом хуяк, значит, Ежова в отставку, значит, в расстрельный подвал. Меняют на Берию, и все, как бы, вся жизнь под откос. И вот в этот момент начинается, что типа, Ариа Сталин, кровавый палач, что же ты делаешь, как бы? Зачем же ты, значит, расстрелял моего дедушку, там, Израильтеля Антихристовича Зильбельштруделя, который, там, значит, честный работник НКВД, он, значит, там, кулацкие мятежи подавлял все 20-е годы. Потом, значит, боролся честно против правого-левого уклона, значит, там, захуяривал несколько тысяч человек, значит, собственноручно. Так, что Блохин даже ему завидовал. Вот, а потом, значит, вот, 37-й год, и все, и, значит, Израильтель Антихристович, как бы, снять погоны с врага народа, типа, Ариа, кровавый Сталин, что ж ты делаешь, как бы, репрессии. Как можно карать честных коммунистов? Ну, они были, я хочу уточнить, что они в 37-м году были, и пособников Гитлера было немалое количество как раз. Да, да, ну, вот их расстреливали. Ну, 37-й год — это пик большого террора. Так-то вообще большой террор начался задолго при это. Большой, опять, не стоит списывать все на Ежова, потому что большой террор начался при Ягоде, а закончился при Берии, потому что руководство, значит, военно-воздушных сил достреливали уже при Берии. Ну да, там кто-то, кто-то один движется сверху вниз по трубе, а кто-то, кто-то другой, значит, снизу вверх по трубе, да. В общем, спасибо большое, осуждаю категорически такие анекдоты. Становилось меньше. Да не именно их расстреливали. Расстреливали, например, людей, которые крали народное имущество. Вот там война, они взяли, там украли. Да, я напоминаю, что ранее Стасян, он отрицал, значит, факт существования указа 7-8. Винтовки украли военную форму и прочее. Я думаю, что по логике это должно было быть. То есть в 37-м году людей расстреливали за то, что они в ходе большой войны воровали военную форму. А уважаемый, уважаемый исторический, как бы приглашенный историк, эксперт по истории, не мог бы он мне объяснить, а какой же такой военный конфликт страшный шел в 37-м году, что вот в ходе этих военных действий. Быть так. Что-то, что-то, по-моему, опять тут хронология гуляет немножко. Ну, либо получается, что товарищ Сталин все-таки готовился к войне, получается, да, то есть если он решил заранее всех расстрелять. Я каждое дело... Ну, всех плохих людей, естественно, хороших-то нет. Не изучал. По статистике это к Земскому, замечательный историк. Да, замечательный историк, который показал, что только при Сталине и только по политическим статьям было расстреляно порядка 780 тысяч человек, блядь. То есть там общее количество политрепрессированных, тех, кто, значит, подвергался отправке в лагеря системы ГУЛАГ, поражался в правах, подвергался насильственному переселению, в том числе, кстати, по этническому признаку переселения народов. То есть то, что вполне себе тянет на этнические чистки так-то, между прочим. Там порядка 20 миллионов человек, а непосредственно расстрелянных, то есть убитых, блядь, с точки зрения Земского, было порядка 780 тысяч, если округлить. То есть мы не берем сюда жертв гражданской войны, значит, мы не берем туда тех, кто погиб от голода в 20-е и 30-е годы, мы не включаем сюда тех, кто погиб в лагерях системы ГУЛАГ от тяжелой каторжной работы там в карьере где-нибудь, где там какой-нибудь силикатный камень добывали. Мы не берем сюда тех, кто погиб на так называемых великих стройках коммунизма, там, да, на строительстве канала Москвы, еще при Ягоде, мы берем сюда только расстрелянных, только расстрелянных и только при Сталине, то есть тех, кто расстреливал, те, кто были расстреляны по приговорам, значит, суда. 780 тысяч, блядь, человек. Замечательный историк Земсков. И в итоге коммунисты говорят, типа, да, ну, слушай, 780 тысяч расстрелянных, это же хуйня полная. Вот у него может ознакомиться Земсков. Вот сейчас, как вы считаете, нужно ли ужесточать, вот, нужно ли расстреливать человека, я так понимаю, что нужно, исходя из вашей цитаты. Нет, я говорю только о чиновниках. То есть расстреливать нужно только... Давайте просто, вот вы сказали, что я бы устроил, блядь, не сильный гуль pretty. То есть с одной стороны, как бы, никого не расстреливали, это все миф и раздутая пропаганда, что людей, человека могли расстрелить за политический анекдот, а с другой стороны, как бы, только 780 тысяч только расстрелянных и только при Сталине, как бы. То есть мы не берем период до, как бы, мы не берем период после. сказал я всегда знаете люблю конкретик нарисуем это чудный дивный мир который вот на ваш взгляд был бы сегодня кстати гражданская война она для россии последующие да они она носила гораздо более разрушительные последствия чем даже первой мировой в общем так на минуточку правильно учитывая количество людей убитых умерших от голода разрушенное хозяйство и прочее прочее мы актуальны то есть вот расстреливать надо только чиновников либералов нужно расстреливать нет конечно блять какого монстры не пытается сделать конечно да не позволим не позволим собчак сделать монстры спасена потому что он сам специально прекрасно справиться с этой задачей полностью доказанный факт коррупции без каких то это уже рассказал анекдот про значит гитлера и печи уже сказал что указ 78 это хуйня что значит не никто никого не расстреливал туда расстреливали учета там земсков нашел какие-то 780 тысяч я хуйня полный какого же монстра вы пытаетесь меня сделать их либо сомнений если это скажем так коррупция именно военное время и коррупция который несет урон потому что мы мы за то мы теперь знаем почему гитлер застрелился в 45 он он боялся что на нюрнерском процессе из него попытаются сделать монстра поэтому не позволил не позволит мне не сделал такого праздника из-за одного человека могут на фронте многие люди погибнуть сразу возникает вопрос что такое доказанный факт коррупции ну вот фильмы навального это поддающиеся сомнению документы выписки которые потом сразу закрывают и вводят законы что нельзя смотреть недвижимость нет а какой факт коррупции вот последний раз проявился и человека посадили и вы считаете что вот он действительно доказано ну зимний вишня наверное вот его месяц назад или двумя кстати в совдепе была ситуация не не аналогичная конечно тому что произошло в зимней вишни там было несколько случаев когда старые деревянные школы они сгорали вместе с детьми и там большое количество детей погибало но поскольку в совдепе и не было независимой прессы то в общем то об этих случаях стало известно только после девяносто первого советская печать как бы самая честная в мире она сейчас за вчера в телеграм-журнале опубликовали статью где с пруфами показывается что иранские дроны аэд были полностью разработаны британскими университетами и производятся на британском оборудовании тетернал англа галковский что ты делаешь блять остановись гад зачем ты зачем ты проник проник в журнал как бы в ряд коллегию и пишешь такие ужасные вещи да это еще на фоне того что индия которая входит британское саду шесты нации она только увеличила свой того размер своего товара оборота значит россии и с рф после с начала своего то есть что-то я я даже не знаю слушайте как тут мы попали в на странице книги которую сорокин и галковский пишут в соавторстве то есть как как выбраться из этой книги я даже не знаю месяца назад по моему посадили на большой срок ну вот из-за этого погибли люди хотя за такое расстреливать наверно нельзя все-таки противопожарные безопасно просто спросили про факт коррупции это первое да то есть вот но опять кисов депи были аналогичные случаи слушайте а у стасина есть какая-то выраженная позиция по поводу допустим испытаний на тотском полигоне то есть типа это это так и надо было или что или поскольку это уже значит ну то есть я я просто даже не знаю хотя возможно не слышал про это но нет а еще есть какие-то еще ну вот доказанный факт чьей-то коррупционной дачи или человек не на зарплату живет нет расстреливать не надо нужно вести собственно говоря расследование и смещать с должности не поняла сейчас вы говорили что вы собрались ебать чиновников вот ваша цена во первых я никому ебать они расстреливать вы не собирался ебать я сказал если бы я был во власти я бы ебал чину просто да ну как бы опять к ебать и убить это разные понятия я не понимаю почему для ксении анатольевна это не очевидно но имеется ввиду что чиновник проворовался все его сажают тюрьму а там стасян со шваброй стоит я бы нашел тогда для этого методы то есть мы сейчас будем обсуждать такие ваши просто фантазии конечно я постоянно фантазирую да пока стасян фантазирует про то как он будет ебать чиновников кто-то другой в это время ебет не буду говорить кого 30 седьмой год а сейчас вы говорите что я никого не хочу если бы я был во власти я бы устроил я не во власти я я не удивлюсь если стас он дрочит на фотографии штофанова мы про это и говорим вот давайте представим этот мир что вы уже во власти мне кажется вы все равно уже ближе к этому гораздо вот через соловьев life следующий выбор с кандидатом в президенты общаюсь а я тут ближе к власти хочется тоже вот узнать вашу политическую аджен так сказать вот значит расстрелы но сейчас ты узнаешь экономическим преступлениям только если люди погибли возможно при особо тяжких экономических преступлениях в условиях адекватно работающих судов то есть суд в россии адекватно работающие суды это как это революционная тройка или это разделение властей как бы работает ну да у тебя независимая судебная власть есть многие приговоры которые выдвигаются у меня лично вызывают большие сомнения потому что с нами не делится никакой информации и не объясняет когда будет про навального уже кто что-то расскажите какие у вас возникнуть вот допустим даже по поводу инагентства в кого наставляют назначают за что вообще абсолютно непонятно ничего не объясняют за елу так я тоже в еле почему меня тогда не назначили короче непонятно все на генство раз я только сейчас узнал что такое ела настолько все плохо у меня с рекламодателями а свод неправомерной суда еще какие-то можете вспомнить случае и тот же самое дело ивана голунова тоже какая-то вообще фигня хотя там в итоге вроде бы оправдали и у меня только всякие шизы покупают рекламу своего контента даже не оправдал мотузная за какие-то ну типа за мемы потом они тоже вроде признать бля вот тут я не в курсе ничего не могу пояснить я не знаю кто все эти люди в другую кричину огромное количество по это говорю бля лиза лазерсон что у российской а это вот та девочка с чувством юмора которая просила стася на плакат ей провести северной кореи осуждаю правой системы да вот это я где-то видел вот это вот эта девчонка где-то видел я не могу так вот сразу вспомните как будто с преподом общаюсь на этом я могу сказать экзамене до в университете синергия откуда стасяна выгнали это к своему мнению просто вы смотрите вы сказали поин агентов которые критикуют и начаты во власти критикуют этот закон то есть об этом часто говорит так пишут стас не хочет устроить 37 год но он себе представляет как расправляется с врагами народа ну да но он же сказал что он будет их ебать они расстреливать понимаешь то есть он просто у него сексуальные фантазии такие не у неужели вы не понимаете что существует принципиальная разница между убить с одной стороны выебать или например убить и выебать или выебать и убить это это абсолютно разные вещи я даже в единой россии голунов это человек которого оправдали и там заступилась короче локальные мемы начались из россиянской политики за которой я последний раз следил году в 2008 наверное лично симонян я поэтому пытаюсь вот эту выборку то есть пока все что вы говорите то что симонян это какая-то по моему армянская женщина из ревской пропаганды насколько я помню там типа rush и туда и вот это все так сказать говорит которая платит безумные деньги американцам чтобы они хвалили значит рф и пробовали там блины с красной крой на камеру и говорили как это вкусно сколько сколько денег интересно из бюджета идет на вот эту всю хуйню как бы чтобы какие-то какие-то американцы это там у них же этот самый один из лидеров мнений это какой-то бывший офицер американской разведки которого за значит педофилию значит судили причем он рецидивиста всего несколько раз как бы судили за либертарианство вот и он он теперь выступает и значит говорит что он там значит за за рф и так далее то есть блин нафига вам вообще такие люди платить им деньги то есть какой-то надо аудит провести я считаю от того чем сам симонян занимается цельная пропаганда я пытаюсь почему вам говорю про конкретный случай мне хочет чтобы назвали например какой-то один пример учитывая как вся эта пропаганда выглядит большой вопрос вообще за какую команду болеет болеют люди которые осуществляют руководство всей этой пропагандой которые выделяют на это деньги потому что это похоже на такой внутренний скрытый саботаж что типа вот на rush today у нас там будут всякие американцы которые за педофилию были осуждены она значит соловьев life настосян будет то есть это похоже буквально на диверсию такую знаете пропагандистскую то есть как бы сами себе подтирают специально надо было жмеля пригласить хотя бы то есть миллион образование в сфере политической географии то есть он как бы шарит за материал то есть блядь жмеля пригласить нафиг вам как бы люди без образования которые умеют только материться как бы а это выпадает смотрите прекрасно поняли да вот например вот например я вам даже помогу алексей навальный и история про ветерана которого он якобы оскорбил вам кажется эта история состоятельна с точки зрения суда осуждаем оскорбление ветеранов производства там по моему было но он про конкретно я помню в ролике чуть про ветерана сказал он сказал про конкретно ветерана или про ветеранов в общей массе нет там был конкретный ветерана он его конкретно снимался да все пошел навальный не прав если он пока конкретного человека взяла вот так вот типа но оскорбил человек пошел а если под всех ветеранов сразу оскорбил в суд нет нам было так там был ролик ну про великую отечественного значит в том числе Да, которую Стас называет второй Великой Отечественной почему-то. В этом ролике. Хотя, возможно, это оговорка просто. Был ветеран, который потом снялся в ролике про поправку. Ну, то есть вот по поправке в Конституции поддержал. И там Навальный сказал вот про этот факт, этот ролик с ветераном, что все люди, которые там снимаются в этом ролике про поправки, они как бы, в общем, коррупционеры. По-моему, не так было. По-моему, было так, что он сказал вот этого какого-то ряженого деда привели, ненастоящего, который может... Осуждаю. Ну, и все, пошел нахуй. Ну, это оскорбление человека, который воевал за то, чтобы... Такие, как Алексей Навальный, такие, как мы с вами выжили. Но это уже прямое оскорбление. То есть он уточнил, он сделал акцент на ветеране. Если бы, в общем, про всех сказал, то это как бы да, не правильно. Смотрите, мне... Бля, слушайте, но если ветеран буквально... А этот ветеран, он вообще в курсе, что он воевал за то, чтобы... Стасян и Собчак, они выжили? Может быть, конкретно этот ветеран и вообще очень многие ветераны, да? То есть я точно могу ручаться за своего покойного дедушку, который герой Сталинграда. Если бы он вот это вот все увидел бы, блядь, Собчака и Стасян, то он бы с большой долей вероятности, он бы сказал, я воевал не за это. Но только он бы грубее, конечно, сказал. Он бы, я думаю, назвал бы вещи своими именами. То есть лошадку лошадкой, крысу крысой, как бы полено поленом. И он бы точно сказал, что я воевал не за это, ребята, как бы... Мне тоже не кажется, что правильно вот так вот оскорблять. Но другое дело, вы считаете, что когда оскорбляют человека, то нужно за это человека судить, правильно? Нет, я не считаю, что нужно его за это судить. Во-первых, тут вопрос в том, что это была клевета. Во-вторых, ну, в целом, законы Российской Федерации, насколько мне известно, работают так. Ну, подожди, правильно я понимаю, что вот если Парфенов решит на вас подать в суд... Ну, он же за свободу слова, поэтому я и пользуюсь. А вот ветеран не был за свободу слова. То есть вы п***е только тех, кто либерал, правильно? Только тех, кто за свободу слова. Ну, это, кстати, удобно. То есть те, кто вам никто ничего не сделает. Слушайте, это супер, кстати. Да, никто так не делает, только Стасян, видите. Уха, вообще. Нужно только тех, кто вам ничего не сделает. Нет, нет, нет. Те, кто за свободу слова, я пользуюсь свободой слова. Но я же им тоже ничего не делаю. Про меня тоже. Вот вы вкинули клевету про Шахназарова, Ксения Анатольевна. Вы извинились за это хотя бы? Нет, но так же он на вас может... Да вы там подрезали его фразу, я причем, когда новости обозревал, взял кусок из вашего видео, а потом оказалось, что вы фразу подрезали, когда... Какая фраза? Да я это даже разбирал в новостях, там Шахназаров говорит, типа, и вот они хотят сказать нам, мы там придем, условно говоря, вас всех там убьем, перережем, вы подрезали на том, что они хотят сказать нам, и выдали фразу, которую Шахназаров описывал другого человека, вы выдали фразу самого Шахназарова, и в итоге да. Что-то мне это напомнило, знаете, из политических практик, двадцатого века. Очень важна символика. Бля, Шахназаров, что ты делаешь? Она же очень важна, я думаю, для многих украинцев. Не, ну концлагеря, это еще ладно, да, то есть можно сказать, что имеется в виду хорошие сталинские концлагеря, то есть неплохие гидеровские. Путин увидел. Осуждаю намеки. Спасибо большое за донат. Да, оштрафован ты на сто рублей, конечно. Конечно, значит, по поводу концлагерей, я помню у Клим Сраныча, у него даже отдельное видео было, про то, что там не стоит сравнивать лагеря смерти. Это вот у Гитлера были плохие лагеря смерти, а у товарища Станина хорошие были лагеря. Не надо. То есть про лагеря это еще так двойственно, да, то есть действительно, может быть, ну там перевоспитают кого-то, мало ли, знаете. Там хороший сталинский концлагерь, не плохой гидлеровский, а хороший сталинский. Вот, не надо сравнивать, это ни в коем случае, это совершенно разные вещи. Несравнимое, несравненное. Но когда, блядь, когда про стерилизацию начинается, слушайте, ну я даже не знаю. Это уже какие-то, значит, какая-то негативная Евгеника, понимаете, в чем дело. Красный флаг и красная звезда, они остаются, имеют ценность. Ну хорошо, хоть красный флаг без белого круга и черной загогулины. И на том спасибо, как говорится. Гораздо больше, чем танк с буквой Z, понимаете. Ну это ладно, но я думаю, я к чему говорю, я думаю, даже противники вот этой буквы Z... Что-то у всех грустные лица, они не хотят, видимо, в концлагерии быть стерилизованными. Должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят, нет, их не пощадят. Нет, это все посерьезно. А зачем быть против букв алфавита латинского, не очень понимаю. Это в случае чего концлагеря перевоспитания, это, так сказать, стерилизация, это все очень серьезно. Поэтому тут вопрос о том, что... Я согласен, это очень серьезно, действительно. Что этот вопрос России решили, так сказать, решили решить, да. Это окончательно. Как у Гитлера это было, этот, окончательное решение, да? Конечное, окончательное решение. Вот в отношении России приняли то, что Гитлер принял в Ванзее, так сказать, в отношении евреев. Вот в этом особняке, местечке в Берлине, в Ванзее, если помните, известно окончательное решение еврейского вопроса. Вот то же самое, видимо, там приняли. Поэтому надо понимать, что это серьезное дело. И, так сказать, все западники, все наши этика, которые думают там, что как-то это... А что это вот... Да, не надо думать как-то это, это плохо. За некая история была с историком-блогером Александром Штефаном. Блядь, мы... Вот, вот, Ксения Анатольевна, если вы хотите отомстить за унижение, за то, что, как бы, ваша нога болит, потому что вы споткнулись о полено, вы знаете, кого пригласить следующим. Вот этого Христосика, короче, надо звать. Будем и здесь этого хуя пиарить. Ну, в чём? Видите, она еще не пригласила Штефанова, Штефанова, а уже, 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 Стасян грустный. История, чел какой-то высрал, блядь, идиотскую критику на меня, говорит, блядь, если не будет стрима, то ты, типа, зассал, я тебя разъебал. А я этот Марти Макфлай, блядь. Ну, Пави Козмин, чикен, блядь. Ну, я говорю, ладно, приходи... Это, это бы икрат. Это замечательно. И начинает душнить. Вот ты, говорит Штефанов, используешь цитату... Но зато Стасян убил его, значит, буквально застрелил контур этим самым аргументом про письку. Трумэна о том, что если Россия будет побеждать, мы должны поддерживать Россию, если Гитлер будет побеждать, мы должны поддерживать Гитлера. Ты используешь этот цитат, но ведь Трумэн, когда ее говорил, еще не был президентом. Я такой, а хуй это меняет, блядь, какая разница? Вот из этих доебок состоял час, блядь, и я просто в итоге психанул, сказал, блядь, у тебя комплексы какие-то, какая-то духота ебаная, мне это неинтересно, у тебя писька маленькая, и, блядь, иди нахуй отъебись просто от меня. Я тоже так думаю, что это контраргумент, просто мое почтение. Это как историческая дискуссия, блядь, мне вообще похуй, блядь, а вот какая разница, когда Трумэн это сказал? Нет, ну послушай, это же история не про то, что сказал Трумэн, это история про то, что... Он не историк, во-первых, он не историк, он просто хуй. Штефанов студент-историк. В сути дела, это опять... Но он его получает, он в процессе получения исторического... Была, ну скажем так, у тебя тоже нет политологического, неважно. Ну ты сказал, ты не говорил о том, что история... У Стасяна нет никакого. Что за история с историей? Блогер, блогер-историк. Да, извините, неправильно послушаю. Неправильно, блядь, это... О, МГПУ, это почти как МПГУ, только МГПУ. Там просто история, насколько я ее поняла, опять попрошу. Да, вот учился бы Штефанов МПГУ, там бы Спитсон, короче, вставил бы ему там, значит... Там бы не было вот этой контрреволюции. Справь меня, может я просто... Там я когда погружаюсь в этот пиздец, я начинаю теряться. Это как сериал Санта-Барбара. Да, да, да. Никогда не знаешь уже, кто там с кем и как. То ли дело гламурные истории, Псюш, ну... Ох, вот сейчас это было остро. То ли дело... Тут просто вот сидит главный гламур, да. Так вот, история-то в другом. В том, что, насколько я знаю, его обвиняли в реабилитации нацизма. И он считал... Гламурный ипподром. Там тебя, по сути, делал доносчик. Ну, блядь, ну и что теперь? Матуз... Блядь, я один раз залетел... Один раз не доносчик. На стриму к Светову и Матузной, просто отвлечение небольшое, она начинает... Ты, блядь, тварь подминтованная посадил Хованского, ну я думаю... Когда про маргиналы будет? Ну что я сейчас буду сидеть, как девочка, отмазаться? Я начал шутить. Говорю, конечно, мы тебя сейчас, блядь, мем не смешной опубликуешь, мы тебя посадим. За смешные мемы тебя не будем сажать. Сейчас я, блядь, своим друзьям в ФСБ наберу. Я начинаю, очевидно, иронизирует. Мне, блядь, друзья начинают писать, нахуй ты Матузную пугаешь, ты что ее посадить хочешь? Я говорю, ты что, блядь, ты что, блядь, просто пиздец? Ну, типа, Штефанов, ну, понятное дело, он на мне пиарится. У него единственная популярность, которая есть, это благодаря мне, и он будет продолжать это делать. Ну, понятное дело... Хорошо, не много ли кейсов для борца за справедливость? Вот уже как минимум два кейса, есть как минимум два человека, которые обвиняют тебя в том, что ты донес на них силовикам и посадили. Штефанов в этом не обвинял, он на это тонко намекал. Я ни одного заявления, кроме заявления на продюсера Иванова, когда он ко мне ломился, я не писал. Хованского того же самого, я и деньгами поддержал. И, соответственно, Позняков распространял вообще эту аудиозапись, может быть, даже... Ну, хорошо, но тебе не кажется, что это странно, но смотри. Мне кажется, что странно, весь интернет считает, что ты в президент. Бля, там как-то задействованы еще, значит, персонажи из мужского движения даже. Ничего себе, как все переплывалось. Ты шла для того, чтобы Путину помочь. У тебя не кажется, что это странно, Ксюша? Нет, ну это не странно, люди... Миллионы, блядь, добоебов не могут, чтобы это не так странно, да? Подожди, ты же... А, ну если два человека, блядь, если миллион, это хуня, ну если два человека, ебать, бруф, пиздец. Если бы, знаешь, я второй раз пошла, наверное, можно было бы говорить о какой-то закономерности. До встречи до 2024 года. Один раз, как говорится, не п***ь. В твоем же случае ты сам приходишь и такой говоришь, я борец за справедливость. Бля, они начали снова матные слова ближе к концу запикивать. А в середине почему-то ничего не запикивалось. Я говорю о глобальной справедливости, о распределении прибавочной стоимости на средства производства. Да, в контексте того, о чем идет речь, это очень уместно просто говорить, что, как бы, здравствуйте, я, Стасяна, а еще я за справедливое распределение собственности на средства производства. Какой-то остальной справедливость, не похуй, мир вообще несправедливый, блядь, жизнь это боль, все, нахуй. Некогда говорить, сижу, читаю, Маркса. Все, пока, но ты же сам позвонил. Мне еще поебать, блядь, какая справедливость, мне что должно ебать, мне что больше всех надо, что ли? Скажи, ты звал Александра Штефанова на Соловьев Life? Да. Зачем? Ну, блядь, потому что я звал вообще Константина Семина, и эта хуйня... Перепутал. А, так вот зачем себе Константин Семин эти силиконовые сихики-то вставил третьего размера? Он, наверное, думал, что его пригласят на Соловьев Life, он такой... Эхэ, посмотрите. Комментирует каждый мой... Подождите, но ты только... Он решил прокрасоваться. Две минуты назад сказал, что он нам не пиарится, и вообще, как бы... Да, я, ну ты не даешь договорить. Ты сам, и вот удастся. Блядь, знаешь, вот это на самом деле интересно, я понял сейчас, как это выглядит. Ты не даешь как будто бы договорить, находишь какое-то противоречие, на которое уже давался в этот момент ответ, и потом зритель выглядит долбоемым. Нет, нихуя. Я звал Константина Семина, этот хуй до меня доебался о том, что вот ты сам зовешь всех на стрим, а от стрима со мной бегаешь. Хотя, по факту, я, ну, как бы, уже с ним стримил, блядь, но он хочет очередной пиар. И я, типа, блядь, в очередной раз Марти Маклайв сыграл, я говорил, окей, ладно, приходи на Соловьев Life. Нет, подожди, это про Константина. Это про Штефанова. Я Константина позвал, и этот хуй написал пост, вот ты всех зовешь, а сам от меня бегаешь. И я сказал, окей, ты приходи. Я его не звал целенаправленно, мне он нахуй не нужен, это, блядь, грязь, ебаный. В итоге не пришел ни Костя Семин, ни Штефанов. Под ногтями никому нахуй не интересно. Ну, я правильно понимаю, что твои редакторы Соловьев Life его не утвердили, да? Когда выйдет этот интервью? Ну, мы собирались не сразу нам еще там монтировать. Окей, просто мы договорились с ним в итоге на подкаст 8-го, на самом деле я... 8-го апреля? Ну, вот 8-го апреля, да, мы с Штефаном должны записать именно подкаст. На самом деле, я вот соврал, когда сказал, что редактор... Что, они записали с подкаста, нет? Не разрешили, на самом деле его утвердили. Я просто сел и подумал, блядь, я считаю, это ему долбоеба, он только за счет мне известен, я ему еще больше пиар сделаю. Я, поэтому... А зачем ты сказал, что редакторы не утвердили? Ну, блядь, потому что он будет меня даем и свою хуйню, что типа, вон, блядь, там и прочее, нахуй, нахуй, не заберешься, блядь. А что, человеку, с которым ты находишься явно... Он сначала согласился его позвать, потом придумал, что редакторы не утвердили. Что-то, мне кажется, Стасян запиздился, нет? Не в дружеских отношениях стыдно сказать, что типа, я с тобой не хочу. Что-то понимаешь, в чем дело, блядь, он каждую переписку выкладывает. Ты вообще не похож на чувака, который может кому-то... Он каждую переписку выкладывает, я не хотел давать ему такую возможность. Ты считаешь, что более унизительно, в моем понимании... Да, Штефанов он как Фомин в этом смысле, то есть он против какой-то прайверсии, то есть он сразу все выкладывает. Просто гораздо более унизительный ответ мне редакторы не дали, как будто ты не имеешь своего мнения решения. Ну, а зачем тогда пишешь, зная, что он это выложит? Я вот не понимаю. Ну, вот мне вот показалось на тот момент, что так проще будет. В чем логика? В чем не сказать? Я не хочу... В чем логика, блядь, ни в чем? Очень простой ответ. С тобой я разговариваю. Ну, потому что, блядь, начнется, что один хуй на самом деле редактор... Блядь, задавать вопрос Стасину, в чем логика, по-моему, это самый глупый вопрос, который, в принципе, можно... Ему запретили, и там... Человек на эмоциях просто действует, и все, он особо даже не обдумывает свои действия. Зуру, он боится в ней признаться. Ты что, не понимаешь, как интернет работает? Поэтому лучше сказать, мне редактора запретить, чтобы он так не подумал? Да. И чтобы он пришел после этого... Что за бред, я схожу с ума. И чтобы он пришел после этого ко мне, я тебе могу показать. Да, бред, ты сходишь с ума. А то, что вот до этого ты слышала, блядь, на протяжении всего интервью, как бы, это, блядь, очень логичная позиция, выверенная просто, последовательно, логически, то есть. А вот в этот побед, блядь, со Штефановым что-то, как бы, что-то разъебало, да, то есть. Хуйня какая-то, нелогично, неразумно, противоречиво. Да, да, до этого было все охуенно. Когда было про то, что, значит, от реформ Чубайса больше народ погибло, чем во время Второй мировой, блядь. Когда про указ 7-8 сначала, что это все хуйня, а потом Земсков, да, это все было последовательно. Разумно, значит, очень. А тут вот со Штефановым что-то хуйня какая-то. Опять же, переписан, потому что он так не соглашался на подкат. Или это по совокупности уже, что-то у нее начинает мозг кипеть. В итоге со мной. Соловьев лайф это формат 30 минут, там подразумевает беседу с гостем. А я собираюсь разъебать его за его ебучий, блядь, говнофильм уже прям по фактам. Я подготовил. Подготовился. Но, что пошло не так? Эти, как они называются, вырезки все, чтобы вот уже с ним предметы часа два-три пообщаться. Разъебать его за его пиздеж. Про начало АТО, про его говнофильм. Когда, когда будет уже разъеб Штефанова-то, алло? На фильм. Вот и все. А в Соловьеве лайф в эфире я бы этого не смог сделать. Ну и кроме того, он какую-нибудь хуйню там Зибу выкинет в эфире. Он же вообще ебан... Что-то не очень похоже на Штефанова. Скорее, Штефанов начнет креститься там, не знаю, плечи у себя хуярить по спине. Ну ты, я, блядь, за это отвечать должен. Я решил, что для меня риски слишком большие. Ты пойми, вначале ты ему пишешь про редактора. Потом... Что про редактора? Ну что, редактора тебе запретили. А, ну да. Потом выходит... Что значит запретили? Я написал, не согласовали. Хорошо, не согласовали. Дальше выходит видео... Слушай, я, кстати, я тоже туда хотел позвать, я тоже не согласовали. Ебать цензура, условно говоря. А, такого... Блядь, в чате пишут, что там Стас тоже слился. Блядь, ну что-то грустно как-то. Я думал, там будут какие-то батлы совместки, там что-нибудь такое. У вас прям черные списки на Соловьев Лайк? Я это только что придумал, но ты уже поверил. Кто, слушай, это очень интересно. А кто там еще у Соловьев? Да никто, блядь, только что хуйню просто придумал, ты сразу поверил. Забей. Ну, видишь, я как твои зрители на Ютубе. Кто сделал твои всю, что... Да, потому что сейчас, блядь, IQ такой же, как у него средних зрителей. И, блядь, он выдумывает всю хуйню, которую он говорит, из головы, блядь, моментально. Он даже не старается, чтобы то, о чем он говорит, выглядело как-то последовательно. И чтобы там какой-то внутренний смысл был. Я у твоих зрителей, блядь. А ты вот на твою хуйню и верю, да. Да, я пусть говорят, мне очень нравится. Вот такой прям Малахов. А, посмотрите, вот Ксения заходит, да, она скрылась с места этого. Вот у нее голова, посмотрите, как она держится за голову. Бля, великолепно. Вот это не хуйня, в которую верят. Хуйня это то, что я говорю, Ксюш, точно. Я пропущу этот момент. Мы великолепны, я прям пересмотрю. Скажи просто, когда в эфире Соловьев Live, момент, когда ты обсуждаешь Навального, который сидит в тюрьме, и он, значит, ты пытаешься сказать что-то про Путина, который сменит, и тебе редакторы тоже уже в моменте запрещают об этом говорить. Так, в чате пишут вывод, Стасу нельзя верить. Да, до этого ты был уверен, что можно, да, то есть. Это как? Скажи, пожалуйста. Я беру назад. Все позитивное, что когда-либо говорил о Ксении Собчак. Это удивительный уровень непрофессионализма. Это же хуйня уже разобрана. Там весь эфир был про Навального. Я до этого про него говорил 10 минут, меня прервали для ухода на рекламную паузу. И после этого 30 минут было про Навального, блядь, с Виталием Северкановым. Подожди, секундочку. Да, эта тема разобрана, не в этом был мой вопрос. Нет проблемы в Соловьев Live говорить про Навального, особенно знать твоё к нему отношение. Вопрос? Блядь, я боюсь, мы до конца не успеем, ребята, потому что мы стараемся придерживаться 6-часового формата. У нас буквально несколько минут остаётся. Давайте до 55-й минутки, наверное, мы досмотрим. То есть там, походу, самый эпик с Навальным, он где-то, видимо, а-а-а, да-да-да-да, там где-то, а, или там ещё реклама она какая-то вставила. Короче, блядь. Этот момент ты говорил не про Навального. Походу, мы не досмотрим этого момента, про который вы в чат писали. Ты говорил про то, что будет, когда сменят Путин. Да, Путин, 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 уберите Путина, всё будет хорошо. Путин, 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 Путин. Так не надо убирать Путина. Владимир Владимирович как бы несёт свой, значит, крест, спасает Россию. Я не думаю, что что-то кардинально изменится. Нет, ну... Тысячу лет жизни Владимира Владимировича. С другой стороны, если Навальный, то там, конечно, сразу же уничтожение страны. Да. Вообще собирался много чего... Нет, у нас не 10 минут, у нас меньше. ...обсудить, потому что дали дураку доступ до телевидения. И мне сказали уходить на рекламную паузу. Про смену Путина говорить нельзя. Можно, 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 можно. И дальше, как я понимаю, в теме смены Путина... Ой, бля. Так, ну что, ребят, всё, до 1 час 55 минуты досмотрели. Оставшийся сегмент мы посмотрим на следующей уже трансляции, поэтому приходите, приходите. Обязательно.